Слёт поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» состоялся в Оренбурге. Его участниками стали более 300 человек из 14 регионов Поволжья. Среди них и ульяновцы. На слёте поисковиков для участников, старшеклассников и студентов была организована образовательная и соревновательная программа по семи дисциплинам. Среди них топография ориентирования на местности, поисковая викторина и техника безопасности, конкурс на знание истории. В оказании первой медицинской помощи ульяновцы, вернее Мария Шорина, стала первой. Оказывать первую медицинскую помощь в экстренных ситуациях. Сердечно-лёгочную, допустим, реанимацию, показывать, как правильно делать. Давить, да? И искусственное дыхание. Рёбра никому не сломали? Нет. Всё сделали правильно. За это первое место получили. В общем, Маше из Первомайска можно доверить свою жизнь в экстренной ситуации. Но, как рассказали ульяновские поисковики, на этом слёте не было главной проверки. Больше всего меня расстроило то, что не было эксгумации. Меня это, честно, расстроило. Да, конкурса эксгумации у меня не было. Я думаю, что это самая важная часть вообще в оценке конкурсов, когда проводится весь этот слёт. Потому что, так как мы поисковики, мы лучше всего должны знать эксгумацию, я считаю. Чтобы во время поиска мы правильно всё проводили. Ребята говорят, что для них такие слёты и общения, можно сказать, со своими коллегами очень важны. Они делятся и лучшими практиками, и впечатлениями. И мистических историй у них уже своих хватает. Некоторые рассказывают, что реально им во сне снилось, что, например, боец куда-то пошёл какой-то. И они с утра просыпались, шли и в этом месте находили реально останки бойцов. Я один раз только был на экспедиции. Единственное, наверное, что было такое что-то странное, тот у нас в этом году ночью. Тот ходил как будто по лагерю. Нашли в этой экспедиции? Ну, в этой экспедиции мы нашли. Вот Аня нашла как раз воронку, в которой было 60 бойцов. Задача слёта – создать условия для расширения пропаганды поискового движения среди молодёжи. Задачи же самого движения более широкие, считают взрослые поисковики. Глубже изучают историю, ну и совершенно другие. По-другому слушают уже и патриотические песни, и совершенно по-другому относятся к Великой Отечественной войне. И к самой России тоже. Как они начинают относиться после этого? Бережно понимают, что такое патриотизм. Понимают, что люди шли на верную смерть для того, чтобы сейчас мы жили в таких прекрасных условиях. На территории региона действует Центр патриотического воспитания населения и подготовки молодёжи к военной службе. В рамках этого центра также проходит поисковая деятельность. В этом году создали школу молодого поисковика. В ноябре сейчас у них будет новый набор в школу молодого поисковика. Так что, пожалуйста, любой человек, начиная с 8-10 лет, школьник может прийти, попробовать себя. Всего в нашем регионе действует три поисковых отряда. Павел Игнатьев, Элла Шахова, Дамир Губеев. Вести Ульяновск. Из Оренбурга.